Воздушный шар как средство перемещения из точки А в точку в себя не оправдал, неуклюжий, громоздкий, да еще и от ветра зависит. Но для неспешного парения в воздухе и созерцания земных красот лучшего способа передвижения не придумаешь. Итак, лучшие места для полета на воздушном шаре, топ-9. Тысячи лет назад этот регион покрывала вулканическая лава. Время, ветра и дожди придали скалам причудливую форму. Скалы кажутся огромными грибами, выросшими в долине. После полета возникает желание посетить этот сюрреалистический мир. Лучшее в мире место для полета на воздушном шаре первый виноградник здесь был посажен в 1840 году, в наши дни это виноградная долина с отличной панорамой. В ясный день долина просматривается до Сан-Франциско. Зелень виноградников радует глаз знатоков виноделия. Семь мест, в которые хочет вернуться каждый турист, и семь мест, куда не едут во второй раз луксор, это гробницы, памятники и храмы. Здесь находится долина царей и долина цариц. В древности город назывался Фива и был столицей Египта. Только с высоты полета можно оценить масштабы и грандиозность древних памятников архитектуры. Какие сериалы можно посмотреть во время полета в заповеднике на юго-западе Кении живет народ Масаи. Здесь водятся все животные, большой пятерки, лев, леопард, носорог, буйвол и слон. Лучшее время для полета – период миграции животных с июля по октябрь. Здесь лучше всего летать на рассвете, живописные скальные образования на фоне синего неба и пустыни смотрятся впечатляюще. Кинорежиссеры снимают здесь марсианские пейзажи. В Швейцарии вот уже 30 лет проводится фестиваль воздушных шаров. Вид заснеженной швейцарской долины из кабины аэростата среди разноцветных шаров – красочное и живописное зрелище. В воздухе парит десятки аппаратов разной формы и конструкции. Завершает фестиваль ночное шоу танцующих воздушных шаров и фейерверк. В эпоху Возрождения в долине были построены роскошные замки. Пролетая над живописными садами и старинными дворцами, невозможно понять, какой год за бортом. В этом регионе популярны церемонии бракосочетания на воздушном шаре, обмен кольцами и клятвами проходит в небе. Завершает торжество бокал шампанского из местных виноградников. Для любителей урбанистического пейзажа воздушное путешествие над вторым по величине городом Австралии будет гораздо приятнее поездки в туристическом автобусе. Мельбурн парк и Альберт парк с высоты выглядят совсем по-другому, и не нужно толкаться в толпе туристов. Мельбурн – город трамваев и небоскребов. В штате Нью-Мексико изумительные горные и пустынные ландшафты и достопримечательности разных эпох и культур – американской, колониальной, испанской, индейской. В Альбукерке расположен Международный музей воздушных шаров. Каждый год здесь проходит фестиваль – фиеста воздушных шаров. Многие живописные места в мире лучше всего обозревать с высоты птичьего полета. Люди – не птицы, но на время могут взлететь. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.